Все-таки, кто крушил Союз? Кроме диссидентов, взорвать систему изнутри стремились партийные функционеры, регионалы, криминалитет. Разберем подробно. Партаппаратчики огромными привилегиями дачи, машины, спецнабжения, спецврачи пользовались, но не владели. И детям не передать. Обидно. Пример жадности подавал сам Брежнев. Дворцов яхт он, как и все, иметь не мог, зато сверхприличий увешал себя наградами. Пресловутый китель с орденами тянул на полцентнера. После землетрясения 70-х годов, какого именно, историки вряд ли установят, ходил короткий анекдот о причинах он и беды. Китель упал. Сталин же носил лишь одну награду. Золотую звезду героя соцтруда, отказавшись от звания героя Советского Союза. Учил скромности и нестяжанию. Итак, чиновники хотели урвать привилегии в собственность. Как? Убив социализм. Об этом помалкивали, но подспудно зрело. Регионалы – это вожди союзных республик, автономии и даже областей. Удельные князья. Москва далеко, контроль затруднен, и местные бонзы имели почти абсолютную власть. Почти. Это и бесило. Близок локоть, да не укусишь. Все равно Кремль может докопаться, снять, арестовать. Как избавиться от домоклого меча, вырвать удел в полную собственность? Убить союз. Из регионалов вышли оба могильщика страны – Горбачев и Ельцин. Были и тайные богачи. Скажем, продавцы прятали дефицит, а потом загоняли по спекулятивной цене. Или частники – от квартирных маклеров до хирургов, которые с государством прибылью не делились. Теневая экономика. К середине 80-х в тени таилось 15 миллионов человек и 80 миллиардов рублей. Не знаю, как это считали. Мимо казны ремонтировали 45% квартир, 40% автомобилей, 30% бытовой техники. И, конечно, миллионами ворочали воры в законе. Все они хотели легализоваться. Для этого нужен капитализм. Геронтократия. Был и кризис управления. Выражался он в геронтократии. Высшие посты занимал дом престарелых. Правило страной Политбюро ЦК КПСС. В нем были члены и кандидаты. И вот смотрите. Начало 82-го. Год смерти Брежнева. Члены Политбюро. Брежнев 75 лет. Суслов 80. Кириленко 76. Пельше 83. Гришин 68. Кунаев 70. Щербицкий 64. Андропов 68. Громыко 73. Романов 59. Устинов 74. Черненко 71. Тихонов 77. Горбачев 51. Младше 60-ти. Двое. 14%. Средний возраст 70,6%. Кандидаты в члены. Алиев 59, Демичев 64, Киселев 65, Кузнецов 81, Пономарев 77, Рашидов 65, Соломенцев 69, Шуарнадзе 54. Младше 60-ти двое. 25%. Средний возраст 66,75%. Средний возраст всей правящей элиты 69,22 лет. Младше 60-ти 18%. Для сравнения. Начало 53-го. Год смерти Сталина. Члены Политбюро. Сталин 74. Микоян 58. Берия 54. Каганович 60. Молотов 63. Ворошилов 72. Хрущев 59. Маленков 51. Булганин 58. Андрианов 51. Арестов 50. Игнатьев 49. Коротченко 59. Кузнецов 52. Кусинин 72. Малышев 51. Мельников 47. Михайлов 47. Первухин 49. Пономаренко 51. Собуров 53. Суслов 51. Чесноков 43. Шверник 65. Шкирятов 70. Младше 60-ти 18 человек. 72%. Средний возраст 56,36%. Кандидаты. Брежнев 47. Вышинский 70. Зверев 53. Игнатов 52. Кабанов 55. Косыгин 49. Патуличев 45. Пегов 48. Пузанов 47. Тивасян 51. Юдин 54. Младше 60-ти 10 из 11. Или 91%. Средний возраст 51,9. Средний возраст всей правящей элиты 55. Младше 60-ти 78%. Итак, при позднем Брежневе рулили 70-летние старцы. Молодых не подпускали. А при позднем Сталине 55-летние мужики. Заметьте, эти генсеки умерли ровесниками. Но даже старый Сталин охотно работал с молодыми. Сравните за одно количество людей элиты. У единоличного тирана Сталина 36, у Брежнева 22. Ясно, что подняться к управлению при диктаторе Сталине было гораздо легче. Старики бывают энергичными и мудрыми. О Брежневской команде этого, увы, не скажешь. Над стороной возвышался Дремль. Почему архонты застоя так боялись молодых? Вот моя версия. К 970-м марксизм выдохся окончательно. Следовало отбросить его и перейти к научному сталинизму. То есть понять причину чудесного рассвета страны в 30-е и 50-е. Даже лазейка имелась. Опереться на ленинскую фразу «Марксизм не догма, а руководство к действию». И заявить, что в изменившихся исторических условиях марксизм диалектически эволюционировал в сталинизм. Некоторые положения классического марксизма на современном этапе посредством отрицания-отрицания перешли в новое качество и так далее. Можно было уболтать философски убедительно. Но Хрущев Сталина оклеветал и отнял у нас эту возможность. А значит, вынудил искать нечто небывалое. Да еще и плавно, без потрясений, переводить на эти новые рельсы страну. Тут нужен гений. Оного в брежневской команде не нашлось. И страну постарались законсервировать. А вось явится пророк новой веры. А пока не явился, надо сохранить статус-кво. Старики это умеют. В 79-м неприлично юного 48-летнего Горбачева на 21 год младше среднего возраста элиты приняли кандидатом в члены Политбюро. Видать, от безысходности он показался пророком. Взглянем, откуда он такой взялся. Горбачев. Предыстория. Родился Миша 2 марта 31-го года в селе Привольное Ставропольского края. Отец русский, мать украинка, то есть тоже русская. Вроде все хорошо. Только вот меченым он был всегда. Хоть пятно до поры таилось под прической. Деталь. Его дед по матери Пантелей Гобкало был троцкистом. Как и троцкист Хрущев, помилован. Так что Миша – духовный правнук Троцкого. В войну полгода жил под немцами. Само по себе это ничего не значит. Но глядя из будущего, предположу, что травма вражеского вторжения сформировала у Миши стокгольмский синдром. Неосознанно хотелось повторить ощущение. Отдать страну оккупантам. Историк Андрей Фурсов допускает, что его тогда вербанула немецкая фельджандармерия, которая с подростками тоже работала. Так возник компромат, которым Мишу потом вынудили сотрудничать. Возможно. Но для шантажа на век нужно преступление особо тяжкое. Вроде участие в расстрелах или выдаче партизан. Вряд ли десятилетний Шкет это делал. Так что исток измены не тут. Затем он играл в школьном театре. Трудно сказать, что его притягивало больше. Возможность перевоплощения, смены масок, лицедейства или внимания публики, устремленные на него глаза, аплодисменты. И какое-то время он всерьез подумывал об актерской карьере. Конец цитаты. Мечта сбылась. Оваций он достиг суперзвездных. Как лицедейничал, скоро увидим. С 15 лет Миша работал помощником комбайнера, за что спустя два года получил орден Трудового Красного Знамени. При Сталине труд щедро поощрялся, но юным такой орден все же давали нечасто. Тут коренится чувство собственной исключительности. Другим нельзя, а мне можно. Чувство яркое, вдохновляющее. Мог вырасти великий человек, а не то, что вышло. Везунчиком был Миша. Все у него складывалось само. В 19 он стал кандидатом в члены КПСС и студентом юрфака МГУ. Без экзаменов. Сработала серебряная медаль, кандидатство и орден. В 21 вступил в партию и встретил Раису с философского факультета. Два женских начала стали в Мишиной жизни враждовать. Партия это женского рода. В итоге Раиса партию убила. Ревность страшная штука. Неудивительно. По твердости характера, методичности, организованности, граничившей с педантичностью, Раиса превосходила мужа. Конец цитаты. Читу выпускников выдавили из Москвы в убогий Ставрополь, где не было даже водопровода и канализации. Вроде плохо, но зато Михаил бодро начал карьеру. Стал замзавом отдела пропаганды Крайкома ВЛКСМ. Затем шагал дальше и в 61 возглавил весь Краевой комсомол. Для 30 лет не блестяще, но солидно. Но и тут сидел недолго. Свернул на гораздо более хлебную партийную колею. И всего за 9 лет вырос до удельного князя, первого секретаря Ставропольского крайкома. Вот это круто по-настоящему. Он попал в высшую касту. Сам Брежнев вызвал его на беседу. И вскоре Горбачев стал также членом Верховного Совета и ЦК КПСС. Везло и дальше. В Горбачевской вотчине оказались минеральные воды, куда ездили лечиться кремлевские старцы. Хозяин края ловил момент и старцам угождал. Именно с той поры Горбачевы со многими крупными деятелями были знакомы и даже дружны семьями. Охотнее других ему помогали член ЦК Федор Кулаков и шеф КГБ Юрий Андропов. Второе имя подчеркиваю. Ставропольский царёк действовал активно. Например, взвинтил производство алкоголя. Будущий минеральный секретарь. Ой, как неожиданно. Или вполне логично. Здоровье народа волновало его в последнюю очередь. А дальше стряслось непоправимое. Статус князька позволил меченому выезжать в капстраны. И чета начала кататься. 71-й Италия, 72-й Бельгия, 75-й ФРГ, 76-й Франция. В 77-м их возили по Франции аж три недели на машине с переводчиком. Обхаживали изо всех сил. И что тут страшного? Всего лишь то, что в один из визитов с ним поговорили. Вряд ли Горбачёв напрямую подписался сотрудничать с западной разведкой. Небо жителей вербуют тоньше. Возможно, ему так промыли мозги, что он воображал, будто стремится к благу России. Открытых документов об этом, конечно, нет. Когда-нибудь рассекретят. Фёдор Кулаков ещё раз помог своему протеже. В июле 78-го умер. Освободил место секретаря ЦК по сельскому хозяйству. И через полгода его отдали Горбачёву. Он получил в Москве кабинет, охрану, спецмашину, спецквартиру и дачу. Личной власти меньше, чем в Ставрополе. Зато открылась дорога на самый верх. Почему выбрали его? Орденоносец Горбачёв с безупречной анкетой и послужным списком комсомольско-партийного вундеркинда выглядел многообещающим представителем кадрового резерва партии. Конец цитаты. Никто не ждал подляны. Кроме одного человека, который с этой целью его и протаскивал. Что за человек? Вы догадайтесь. Кто имитировал борьбу с деснёй? Кто Солженицына спас от правосудия? Кто продавил решения об афганской войне? Кстати, умереть Кулакову, похоже, помогли. Троцкистский клан ликовал. Удалось протащить наверх ещё одного своего ставленника. И ещё кое-где радовались. На семинаре в США, посвящённом ситуации в СССР, один из наиболее вдумчивых исследователей советской политики, оксфордский профессор Арчи Браун, сказал, «Вчера в Москве произошло событие исключительной важности. На пост секретаря ЦК КПСС избран Михаил Горбачёв». Конец цитаты. Запад знал о нашем герое нечто. Но и тут он не задержался. Спустя лишь два года, в 80-м, Вундеркинд стал членом Политбюро, одним из 14 главных людей страны. Кратковременные вожди. А эпоха закатывалась. В начале 82-го умер Суслов, номер два властной элиты, наследник престола. В итоге под коверной возни его место занял Андропов. Так он покинул КГБ. Но правил он им 15 лет, с 67-го, и уж, конечно, рычагов не отпустил. «Любой шеф спецслужб располагает лучшими организационными и информационными ресурсами, чем высший руководитель. Именно первый поставляет второму информацию, и он же решает, какими сведениями делиться, а какими нет». Конец цитаты. Андропов и раньше очень много весел. Теперь его власть стала почти необъятной. Чуть подправим церковный лексикон. Он сидел о Дисную Генсека. 10 ноября 1982-го Брежнев умер. На нем держалось подобие стабильности, потому политбюро и не отпускало его на покой, хотя Генсек о том просил. Перемены стали неизбежны. Трон занял Андропов и заявил, «Мы до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живем и трудимся». Мила, многолетний шеф КГБ, самый информированный в стране человек. Лукавил или впрямь был профнепригоден? Конечно, первое. Все он прекрасно знал и фразу в историю бросил для отмазки. Дескать, хотел как лучше, но... Генсек Андропов начал репрессии. По улицам, магазинам, кинотеатрам шныряли сотрудники и проверяли документы любого встречного. «Где числитесь? Почему не на работе?» Шерстили и наверху. В Москве сменили 30% руководителей. На Украине 34%, в Казахстане 32%. Начальника Главного управления торговли Мосгорисполкома вообще расстреляли. Все напряглись. Да, наводить порядок следовало, но начиная с главного, с идеологии, то есть с введения научного сталинизма. Закручивать гайки без внятной созидательной цели всегда вредно. Андропов наверняка понимал это лучше меня, а значит, не ошибался, а терроризировал народ сознательно, с конкретной разрушительной целью. Но 9 февраля 84-го умер. Его место занял 73-летний Черненко, безликая брежневская тень. Облавы кончились, зато потекли слухи о реабилитации Сталина. Сноска. Словосочетание нелепо, поскольку никто никогда не смог Сталина законно обвинить за отсутствием состава преступления. Нельзя реабилитировать необвиненного. Возвращаюсь к тексту. Облавы кончились, зато потекли слухи о реабилитации Сталина. После клеветы, вылитой на Иосифа Виссарионовича, в общественном сознании это означало одно – возврат к жутким репрессиям. Они выдуманы, но пропаганда накрепко склеила имя Сталина с ними. Самые отсталые верят в это аж до сих пор. Зачем это сделали? Чтобы напуганный народ возжаждал другой крайности. Для того и андроповские орлы шнуряли. Генсек сменился, а суть осталась прежней. Нас готовили к демократизации. Черненко вряд ли это понимал. Управление шло мимо него с некоего иного, весьма высокого уровня. Не факт, что он понимал хоть что-то, ибо стар был и хвор, и с подкапельниц и правил. Впрочем, недолго, до 10 марта 1985. После его смерти короновать очередного старца сделалось просто неприличным. Вдруг он тоже на год. И без того ходили анекдоты, типа, знаешь, как убили Черненко? Стреляли в упор. Упор упал. Черненко тоже упал и умер. И политбюро вознесло самого юного, чтобы точно выжил. 11 марта генсеком стал Горбачев. Царственный диверсант. Началось то, что так долго готовил враг. Деятели холодной войны изучали советскую систему власти. В составе советологии возникла особая ее отрасль – кремлинология. Она самым педантичным образом изучала структуру советской государственности и лично работников аппарата власти, не брезгуя даже анализом мочи и кала высших руководителей. Изучив структуру, они пришли к выводу, что разрушить советское общество можно только с самого высшего уровня. Проведение Горбачева на пост генерального секретаря ЦК КПСС было первым действием в составе грандиозной операции по осуществлению советской контрреволюции. Поясню эту мысль Александра Зиновьева. Россия всегда была и будет монархией. А суть монархии – взаимное доверие народа и царя, как он не называйся – генсек, президент. Советологи поняли, что генсеку и только ему народ инстинктивно верит. Это чувство необъяснимо, но очень прочно, потому что без него рухнет держава. А значит, убить страну можно лишь с самого верха, из фокуса доверия. Толково придумано. Решались в раз две задачи. Первая – свалить союз. Какую бы хрень не гнал генсек, народ схавает. Вторая – фактом этого чудовищного обмана разрушить доверие людей к власти, основу монархии, и гарантировать бессилие страны в будущем. Так и вышло. Позднему Ельцину не верил уже никто. Духовную связь народа и царя разорвали. Оттого Россия и валилась безудержно в 90-е. А экономика, политика и прочее – лишь следствие. В декабре 84-го при клиническом правлении Черненко наш Михаил Сергеевич имел в Лондоне беседу с Маргарет Тэтчер. Точнее, с Матрины. Айрон-леди решила оценить засылаемого агента. Центральный момент визитер описал буднично. «Я разложил перед премьер-министром Великобритании большую карту, на которой в тысячных долях были нанесены все запасы ядерного оружия». Ну, карта какая-то, подумаешь. Архитектор перестройки Яковлев пишет конкретнее. «На одном заседании в узком составе, я присутствовал на нем, Михаил Сергеевич вытащил на стол карту Генштаба со всеми грифами секретности, свидетельствовавшими, что карта подлинная. На ней были изображены направления ракетных ударов по Великобритании». Вот так. Горбачев просто и привычно выдал врагу государственную тайну. Измена, сноска, даже один этот эпизод тянет на статью 64 УК РСФСР «Смертная казнь с конфискацией имущества». Измена для него столь естественна, что он даже не постеснялся в ней признаться. И Яковлев вдоля. Тетчер оценила эту выходку. Корзину печенья наш герой заработал. Какие рычаги имела Айрон Леди сноска? Если быть точным, то и Тетчер – лишь инструмент глобальной политики, хотя и очень мощный. Управлявшие ею эти скрыты в заоблачной преисподней. Какие рычаги имела Айрон Леди в политбюро, предстоит выяснить. Но ясно, что на генсекстово агент Горби попал именно в итоге этих сматрин. Продолжение следует.